Хитрая лисичка – героиня любимых сказок, хищное млекопитающее семейство псовых. Лисы распространены почти по всему северному полушарию Земли. На севере живут песцы, они белые, называются белыми полярными лисами. А вот в Африке можно встретить феника, миниатюрную лисичку с очень большими ушками, которые защищают от солнечного удара. А вот в нашем регионе распространена обыкновенная лисица. К еде лисы неприхотливы, в основном едят мышек, также охотятся на более крупных млекопитающих, например, зайцев, охотятся на птиц, также могут похищать домашних птиц, но это происходит не так уж часто. Летом поедают много жуков, червяков и других насекомых. Также они едят плоды, фрукты, ягоды. Лиса очень красивая, с пышным хвостом, узкой мордочкой и хитрыми глазками. Сейчас мы такую нарисуем. Вначале простым карандашом мы намечаем большой овал с небольшим таким выступом. Овал мы делим на три равные части. Верхняя часть это мордочка, нижняя передние лапки. Намечаем ушки, носик, глаза. Немножко вытянутыми такими рыбками. Со стрелочками хитрыми. Дальше мы намечаем белую манишку на грудке и лапки. Обратите внимание, что лапки к низу сходятся друг к дружке. Хвостик свернут бубликом. Задняя лапочка. Застерли линии лишние по строению. Еще одна задняя лапочка. Уточнили рисунок. Сделали зрачки. Наметили линию снега. Теперь оранжевым цветом мы делаем спинку. До лапок и до манишки. Животик у нее тоже будет беленький. Также вот такую маску делаем. Рыженькую на мордочке. Нижняя часть мордочки будет тоже беленькая. Затем делаем серый цвет. Внутреннюю часть ушек делаем. Шерстяную такую. Старайтесь в мазочке класть пальцем. Как вот растет шерсть. Мазочками такими. Вот в сторону роста шерсти. Затем более светлым оранжевым делаем вот так обводочку такую. И можно еще сделать по мокрому белым обводочку. Она не будет прямо белая. Вот грудку тоже чуть-чуть сделали вокруг обводочку. Коричневатым, таким сероватым цветом. Возле глазок, грудку сероватым цветом тоже прорисовали шерсть. Тень такую от головочки. Черные лапки передние. Задние тоже черненькие. Хвостик рыженький. Затем берем немного желтого цвета. Немного белого. Такая у нас растяжка получилась от рыжего. К желтому и к белому. Красно-оранжевым цветом. Вот я смешала и сделала более темные места. По бокам носика. Полосочку на головочке. Более светлым, таким желто-оранжевым цветом. Вот так ушки я выделила. Носик и передняя часть носика. И сама кожаная часть черненьким делаем. Глазки обводим тоже черным цветом. Более темным серым внутри сделала. Серединки в глазках делаем коричневым цветом. Блик оставляем белый. Коричневым также можно утемнить некоторые места на самой шерсти лисички. А сзади мы делаем лес. Еловые ветки. Тени между ними. А внизу делаем голубоватым цветом снежок. Но мы не закрашиваем полностью. Вот как будто бы там тени, какие-то неровности на снегу. На ветках тоже можно добавить снег. Синеватые оттенки. Можно набрызгать еще вот так белой краской. Как будто бы идет снег. Такая зимняя леса. Всем приятного творчества!